Дайджест недвижимости Устинов, напомню, лишился своей должности минувшей зимой после того, как на месячного малыша упал снег с крыши одного из домов, который обслуживала управляющая компания. Ребенок впоследствии умер в больнице. Дайджест недвижимости Кировская региональная ипотечная корпорация открыла продажи в доме на улице Современной 2. Он находится в микрорайоне Зиново рядом с торговым центром Гринхаус. Цены на жилье социальные и значительно ниже рыночных. Половина квартир в доме стоимостью меньше 1 миллиона рублей. Микрорайон уже сейчас имеет развитую инфраструктуру, поэтому вам не придется ждать, когда рядом построят торговые центры, спортивные клубы или другие социальные объекты. Под окнами дома не так давно возвели новый детский сад. Местные малыши уже ходят в современные учреждения. Напомню, в ипотечной корпорации по-прежнему действует уникальная программа для молодежи, позволяющая значительно снизить сумму первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Получить бесплатную консультацию и выгодно купить жилье всегда можно в ипотечной корпорации. Телефон 25 10 10. Подробности на сайте ипотека43.рф. Дайджест недвижимости. Средняя цена квадратного метра в квартире на вторичном рынке в сентябре составила 50 тысяч рублей, в комнате 49 тысяч 140 рублей. При этом, по данным портала Роснет, относительно последнего летнего месяца стоимость квадратного метра в квартире опустилась на полторы тысячи рублей, а в комнатах, наоборот, подорожала почти на тысячу. На этом все. В студии работала Дарита Пузлиева. Дайджест недвижимости.